Всем добрый день, я Ирина Кульчук. Вообще по образованию я инженер и финансовисте. Сделала очень хорошую карьеру в Украине. Но с началом войны моя жизнь изменилась, и я переехала в Великобританию. Это очень сложный был период. По сути, я начала жизнь с нуля. У меня тяга к творчеству была всегда. Я занималась и танцами в детстве, и музыкой, и искусством, то есть всем. Но работала я как бы топ-менеджером крупных компаний. И немножко в другом направлении. И вот в связи с войной, в связи с переездом, то, что я хотела обеспечить сохранность своих детей, безопасность жизни, я полностью открыла здесь с нуля студию интерьерного дизайна. У меня два направления. Ну, поскольку я инженер, первое, это дизайн непосредственно, и второе, это волк-арт. И, естественно, я провожу воркшопы для детей, для взрослых. Учу креативу, учу арту, учу искусству. То есть сейчас это основная часть моей жизни, очень важная. И я стараюсь развиваться все время, учусь новому. Даже учусь здесь два года отучилась на констракшене, для того, чтобы знать архитектуру, именно английскую. Ну, мне это очень интересно. Я обожаю дизайн. Вот. И я хотела представить сегодня мою картину «In spite of». И рядом, просто к слову скажу, это три картины, которые тоже победители. Они заняли вторые и третьи места в конкурсе. Это картина «Ла», картина «Дэпс», и картина «Ухо слышит все». Очень интересно, я два слова скажу. Картина «In spite of» посвящена, не удивляйтесь, бомбардировке Ахмандетова 8 июля этого года, когда, ну, детей маленьких, которых оперировали, которых лечили от рака, ну, попытались убить. У меня было безумно мрачное вдохновение, и я подготовила черную краску, ну, и, наверное, это было очень странно, что у меня пошли на полотно очень яркие цвета. То есть я убрала такие, ну, тут есть черный цвет, естественно. Это протест. Это мой молчаливый протест против войны. Я за мир, я за то, что мы можем быстрее это остановить. И я считаю, что жизнь должна победить. Она обязательно должна победить войну и не место более разрушениям на нашей планете. Вот это такая история. Использовала я здесь акрил, текстурную пасту, бумагу тишью, это папирусная бумага, потом пастель тоже, ну, вот, и голд лиф, золото. Вот, золото я вообще использую, потому что вот картина лав, например, в моем понимании, в моем понимании, кофе – это экспрессия, это динамика, это ни в коем случае там, ну, не мягкие пастельные тона, то есть скорее это все-таки движуха, движение. Вот. Точно так же я использовала в картине «Глубина», «Контрасты». Это мои любимые цвета, в принципе, все представлены. Еще два слова скажу о картине «Урха». Мой отец физик, ученый, и он всю жизнь работал над теорией, что мысли, как бы, колебания барабанной переполканки отращают мысли человека. И вот это ухо, я не знаю, вы видите или нет, это абстракция, это ухо, и в принципе тут тоже текстурная паста, акрил. Это симфония, по сути, симфония звуков, симфония мыслей, и ухо здесь не просто приемник этих звуков и мыслей, а участник этой симфонии. Мне очень приятно присутствовать, принимать участие, в этом конкурсе, и я очень благодарна Глуден Таня Дала за то, что так высоко оценили мои работы. И надеюсь еще быть вместе. Всем огромное спасибо за внимание к моим работам. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!